здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня я начинаю вязать кофточку вернее я ее начала вязать я не знаю буду ли я иди и придал буду ли я ее продолжать вязать это зависит от ваших желаний вот я связала один рукав и я имею ввиду эту кофточку от заработано вот желающие были начала я вязать вот и узор их здесь три вы повторила как в оригинале сегодня мы разберем вот эти вот ромбы ажурные а далее посмотрим по вашим комментариям вязать ли ее или не вязать я разберу все узоры так как это уже работа проделана схемы нарисованы вот она схема этого ажурного ромба условные обозначения сама схема значит для раппорт у нас состоит из 10 петель плюс одна петля вот для завершения узора как бы для вот этих вот боковых частей то есть 10 петель плюс одна петля я наберу 23 петли то есть это будет два раппорта вот как у меня нарисована схема так я и буду вязать вот мы видим да что она вот здесь вот вот в конце нам нужно как-то завершить вот для этого значит 23 петли 20 петель 2 раппорта и плюс одна петля 21 плюс 2 кромочных 23 так схему я девчонки уберу потому что она будет мельтешить вы если что сфотографируйте на телефон и положите перед глазами для начала потом уже все будет у вас видно так я два ряда просто провяжу чулочной гладью заряд лицевыми ряд изнаночными петлями чтобы было виднее и так первый ряд кромочные озвучивать не буду понятное дело что первое снимается вторая у последняя провязывается изнаночной значит две петли вместе 3 лицевые накид лицевая накид 3 3 лицевые три петли вместе меняем местами вторую мы ставим поверх первой точно так же в начале ряда мы просто провязываем две петли вместе провязываем 3 петли вместе она вот эта вторая всегда будет ведущая 3 лицевые накид лицевая накид 3 лицевые и 2 петли вместе здесь же мы тоже ставим вторую поверх первой точно также в начале ряда мы просто провязываем две петли вместе а в конце ряда мы меняем местами изнаночный ряд изнаночными петлями третий ряд две петли вместе 2 лицевые накид 3 лицевые накид 2 лицевые 3 петли вместе лицевой 2 лицевые накид 3 лицевые накид 2 лицевые и 2 вместе лицевой меняем местами в конце изнаночный ряд так пятый ряд 2 петли вместе лицевой 1 лицевая накид 5 лицевых накид 1 лицевая 3 петли вместе лицевой 1 лицевая 2 петли вместе лицевой 1 лицевая накид 5 лицевых накид 1 лицевая 2 вместе лицевой меняем местами изнаночный шестой ряд 7 ряд 2 вместе лицевой накид 7 лицевых накид 3 вместе лицевой меняем местами накид 7 лицевых накид 2 вместе лицевой восьмой ряд изнаночный вот уже половина у нас ромба есть девятый ряд здесь уже у нас просто лицевая накид далее 3 лицевые 3 вместе лицевой меняем местами 3 лицевые накид лицевая накид 3 лицевые 3 вместе 3 лицевые накид и 1 лицевая изнаночный ряд 11 ряд 2 лицевые накид 2 лицевые 3 вместе лицевой 2 лицевые накид 3 лицевые накид 2 лицевые 3 вместе лицевой 2 лицевый 2 лицевые 2 лицевые накид 2 лицевые изнаночный 12 ряд 13 ряд 3 лицевые накидлиниями лицевая, 3 вместе, лицевая, накид, 5 лицевых, накид, лицевая, 3 вместе, лицевая, накид, 3 лицевые, 14 изнаночный ряд, последний ряд, 15, значит, 4 лицевые, 4, накид, 3 вместе, накид, 7 лицевых, накид, 3 вместе, накид, 4 лицевые, вот и все, девчонки, вот это первая как бы полоса у нас состоит из вот этих вот 16 рядов, соответственно, еще один изнаночный, вот он этот ромб, да, сейчас я вам покажу на моем рукаве, здесь я из мохера вяжу, вот они, видите, полоса ромбов, первая она идет, и потом они чередуются через одну, вот, далее мы разберем вот эти вот, вот эти промежутки соединительные, и этот узор, этот посложнее, вот, но, но я пыталась полностью повторить оригинал, что вы можете, так, что я хотела еще, я хотела отметить, где у нас рапорт, вот, значит, он у нас, вот отсюда, если считать, да, вот, то есть, если вы вяжете, это у нас начало и конец узора, а вот это в промежутках вы повторяете, вот эти вот 10 петель, вот, что еще можно, его можно использовать для других деталей, для других изделий, просто повторяя, и будут просто элементарные ромбы, вот, девчонки, на сегодня все, первый узор мы разобрали, еще нас ждет два, вот, и потом, либо видео, либо экспресс-описание, вот, два формата будет, я жилет попробовала, девчонки, и вот мои видео будут в двух форматах, либо экспресс-описание, либо классический мастер-класс, вот, от вас зависит, как это все будет, то есть, если много людей изъявят желание на классический мастер-класс, то он будет, если нет, я сделаю экспресс для опытных, вот, все, девчонки, на сегодня все, с вами была Вика из Школы Рукоделия, всем пока-пока!